МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это 5298 заявок на сумму 62,1 миллиарда тенге. Из них одобрены 3391 заявка на предоставление займа на сумму 40,7 миллиарда тенге. Напомним, что оператором программы является дочка Нацбанка и ипотечная организация «Баспана». Выдача займов по новой ипотечной жилищной программе 7-20-25 началась 4 июля. Условия программы. Ставка вознаграждения 7%, первоначальный взнос 20%, срок погашения кредита 25%. Обменные пункты Казахстана стали продавать с золотом. Национальный банк выпускает для этого мини-слитки весом в 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. На каких условиях можно их приобрести, рассказали в Кустанайском филиале банка. Как пояснили в Кустанайском филиале Нацбанка, обменникам для того, чтобы торговать слитками, лицензии не надо. Достаточно оформить с финрегулятором специальный договор. В Кустанайской области их уже оформили 4 организации. Обменные пункты будут самостоятельно устанавливать стоимость золотых мини-слитков для последующей продажи населению. Каких-либо пределов и ограничений нет. Но каждый казахстанец может узнать на сайте Нацбанка, сколько официально стоит 1 грамм золота и выбрать наиболее выгодный вариант. Программа по продаже и выкупу мирных слитков афинированного золота для населения была запущена Нацбанком. Сейчас она стала новым инструментом для инвестирования и накопления сбережений. Если физическое лицо купит или продаст золотой мини-слиток на сумму операции, превышающей 2 миллиона тенге, то обменные пункты обязаны зафиксировать документы, удостоверяющие личность и юридический адрес. Золотые слитки имеют специальную защитную упаковку, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет легко определить, скрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества слитка. Подделывать золотые слитки невозможно. Торговля золотом выгодна и самим обменникам, потому что в соответствии с нормами налогового кодекса Казахстана операции с золотыми мини-слитками освобождены от налога на добавленную стоимость. То есть обороты обменных пунктов, связанных с покупкой или продажей мини-слитков, не облагаются НДС. Пенсионеры Казахстана могут получить льготы при уплате налога на имущество или земельного налога. Правда, существуют некоторые ограничения по стоимости объектов. Есть и требования к самим пенсионерам. Как рассказали в Кустанайском областном департаменте госдоходов, вопрос льготного налогообложения самый частый у населения. Казахстанские пенсионеры действительно имеют на него право. Льгота распространяется на налог на имущество и земельный налог. Вот только главное условие – жить пенсионер должен один. Если по одному адресу с ним проживает хоть и один человек непенсионного возраста, льгота автоматически отменяется. Льгота имеет определенные рамки. То есть, если стоимость, оценочная стоимость не превышает тысячукратное, МРП – это 2 миллиона 400. Вот в этих пределах составляет размер льготы. Если оценочная стоимость дома, квартиры, дачи, гаража в совокупности превышает 2 миллиона 400, то с разницей будет начисляться налог на имущество. Что касается земельного налога, там немножко по-другому. Почему? Потому что у нас есть разные категории земли. И вот что касается пенсионеров, отдельно проживающих опять-таки, льгота касается придомовых земельных участков. Например, что касается земли, вот дача или под гаражом, льгота не предусмотрена. Важно понимать, говорит Бауржан Гермена, что начислять налог будут в зависимости от базовой стоимости имущества, а не от рыночной. Что касается жилья, то для Кустанайской области определена цена 36 тысяч тенген за квадратный метр. Исходя из этого, каждый налогоплательщик может высчитать базовую стоимость своей квартиры или дома. На этом наш обзор экономических новостей завершен. До свидания. Продолжаем выпуск. Приобрести норковую шубу с выгодой до 250 тысяч тенге. Такую возможность дает кустанайцам магазин Палета. Праздничные скидки позволят сделать покупку не только приятной, но и выгодной. Чем еще удивляет и радует магазин Палета, расскажут наши корреспонденты. Уже не первый год Палета активно развивает свою партнерскую сеть. Объединяясь с различными компаниями нашего города, чтобы устраивать сюрпризы и дарить подарки своим клиентам. И в качестве ответного шага клиенты компаний-партнеров могли получить при покупке подарочную карту номиналом 250 тысяч тенге. На исполнение мечты – покупку норковой шубы. Есть у Палета и другие хорошие новости. Приятную новость для моди с Кустаная подготовил магазин российской фабрики Палета. Теперь, кроме норковых шуб собственного производства, всем посетителям Палета готова предложить собственные модели пуховиков. К концу года Палета приготовил и еще один сюрприз для всех владельцев карт. До 20 декабря будут действовать все карты, даже если вы получили их еще в начале года. Успейте воспользоваться такой возможностью – подарить тепло любимым с выгодой 250 тысяч тенге. Кроме того, до 20 декабря Палета к выгоде по подарочной карте добавляет скидку 10%, чтобы вы могли приобрести шубы без наценки по ценам фабрики. Самые ходовые размеры с начала акции быстро разбирают, потому что уверены в качестве шуб. Ведь каждая из них имеет электронный паспорт. Кис является электронным паспортом любого мехового изделия. В нем вы можете скачать специальное приложение QR-код на любой телефон и узнать всю информацию о шубе. В нем заложены данные о производителе шубы, о его сертификации, о мехе, из которого сделана шубка. В этом году в декабре Палета отмечает две знаменательные даты. Компании Палета исполнилось 20 лет и 16 декабря исполняется 27 лет независимости Казахстана. Именно поэтому на время праздника для клиентов Палета предлагает дополнительную скидку не в 10, а в 16%. Приходите и вы за приятными и выгодными покупками в Палета на Абая 153. Подробности акции и наличие моделей вы можете уточнить по номеру 8 714 2 75 77 74. Хамзан Урпийсов, Яна Галла, РТН Мы продолжаем серию сюжетов об объектах и территориях, вошедших в сакральную карту Кустанайской области. Сегодня мы расскажем о колодце Омара. Считается, что место его расположения является местом рождения казахского просветителя Ибраил Тенцарина. Оно находится в Алтенцаринском районе в 5 километрах от села Сатай. В этих краях располагалась стоянка Балгожиби, деда Ибраил Тенцарина. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Этот колодец – одна из главных достопримечательностей Алтенцаринского района. Уже два века местные жители называют его колодцем Омара. Находится он в 5 километрах юго-восточной села Сатай. В этих краях располагалась стоянка Балгожиби, деда Ибраил Тенцарина. И именно здесь, в 1841 году, родился великий ученый, просветитель, педагог, фольклорист и этнограф Ибраил Тенцарин. Владения Балгожиби простирались от Кустаная до территории нынешнего санатория Соснового Бора. Но тогда это была Аракарагайская волос. Правда, сейчас старое название Аракарагай сохранилось лишь только у местного лесхоза. У Балгожиби было двое сыновей – Кушан и Алтенцары. Ибраил Тенцарин – единственный сын Алтенцара. Место кочевки рода назывались Мизгиль Кашана, Большой и Малый Мизгиль. Предполагается, что Ибраил Тенцарин родился у местечка Мизгиль Кашана. Здесь располагалось предположительно 50-60 домов. В течение многих лет местные жители сохраняли память об этом месте. Тем более, что колодцы с пресной водой всегда считались символом изобилия и достатка. В 1995 году мы вот это местные. Я здесь работал председателем сельского совета. И мы такое же создали условие. Это был колодец. В колодец пользовались люди. Здесь как раз было такое место. Проезжая часть была. Люди здесь отдыхали, с этого колодца пили. Ну, пришел развал. После развала и колодца не стало, ничего не стало. В этом году территорию вокруг колодца привели в порядок. Поставили лавочку, беседку, забор. Сам колодец тоже почистили. Теперь, говорят представители Алтенцаринского района, вода из него пригодна к употреблению. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН, Алтенцаринский район. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова